Музыка Спортивные события российского масштаба в Мирном – большая редкость. Хоккейных турниров такого уровня не было несколько десятилетий. К счастью, для болельщиков в Алмазной столице на этой неделе стартовал Кубок Третьяка. Телеканал «Алмазный край» показывает по одному матчу в день. Как будут проходить остальные игры, мы расскажем вам в рамках дневника соревнований. 16 мая на ледовой арене Дворца спорта «Кимберлит» состоялось открытие хоккейного турнира за Кубок Владислава Третьяка. Команды уже начали борьбу за награду, некоторые показали себя сразу. В первый день на лед вышли шесть команд. В рамках соглашения между акционерной компанией «Алроса» и Федерацией хоккей России вот этот турнир организовывает Федерация хоккей России полностью. Это по приезду команд, по судей и питание, проживание также на территории города Мирного берет на себя Федерация хоккей России. Вся остальная организационная работа, которая сегодня проводится, это вот во Дворце спорта «Кимберлит» и от встречи, как говорится, до проводов и культурная программа. Это все вложится на Организационный комитет, спорткомитет Мирного района и культурно-спортивный комплекс акционерной компании. Впервые за 20 лет в Алмазной столице проводятся соревнования такой величины. В этом году Мирный стал третьим городом в России, который получил право проводить турнир имени Владислава Третьяка. В первой половине дня на льду встретились снежные барсы из города Сочи и кристалл из города «Электросталь». Игра была напряженная, команды не уступали друг другу. Во втором тайме южанам удалось вырваться вперед и завершить игру со счетом 6-3 в пользу снежных барсов. Во втором матче сыграли воспитанники спортивной школы «Марина» из города Москвы с полярными полками из Якутска. Игроки показали хорошую игру. Дух соперничества возрастал на протяжении всего матча. Счет был ровный, но в последнем тайме гостям из столицы удалось вырвать победу у северных ребят. Со счетом 4-2 победили воспитанники спортивной школы «Марина». В церемонии открытия всероссийского турнира по хоккею с шайбой началась с приветствия президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Уважаемые участники и болельщики, вас приветствует президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Уважаемые болельщики, я очень рад вас приветствовать от имени Федерации хоккея. Конечно, хотел бы сказать большое спасибо компании «Ароса», всем организаторам Кубка Владислава Третьяка, которые проходят в вашем городе впервые. И, конечно, хотел бы пожелать хорошего старта и нашим молодым хоккеистам показать хороший хоккей. Вы правильный выбор сделали, хоккей – это достойная игра для мужчин, и желаю вам новых побед и успехов. После всех приветствий и напутственных слов состоялся долгожданный для болельщиков матч, в котором встретились хозяева площадки «Алмаз Алроса» и игроки «Ети» из Великого Новгорода. А вот первый опасный момент, и шайба в воротах. А в воротах стоит Егор Сытных, 40-й номер. Шайба в воротах Мирнинской команды. Посмотрите, так на пятаке никого никто не мешает, и спокойно так расстрелял. Волнение болельщиков, маневры игроков, хорошие атаки Мирнинской команды. В зале было жарко. Как известно, хоккей – спорт суровый. На площадке обошлось не без травм. Спорт-индустрия. Как бы вратарь команды «Алмаз Алроса» не отстаивал свои ворота, все же шайбы соперника достигли своей цели. Со счетом 7-0 в пользу команды «Ети» закончился первый день. В любом игровом виде спорта есть одно правило – играешь так, как позволяет тебе соперник. То есть, если соперник не позволил тебе забить гол, ты его не забил. То есть, иногда хорошо сыграл вратарь, иногда хорошо играл защитник. То есть, это не значит, что игрок сыграл плохо. Просто против него сыграли достаточно хорошо, и у него не было шансов забить. Команда соперника хорошо организованная, как впереди, так и в обороне. С хорошим катанием. Много нас сегодня возили по углам. Трудновато было с ними на виражах. Ну, что касается наших ребят. Конечно, первый блинкомом. Все-таки первый раз встречаемся с соперником такого уровня. Мы будем проводить работу, проводить беседы, как психологически, так и тактически. Будем ребят наставлять на борьбу, на соперничество. Одно маленькое сражение позади, но впереди еще целая война из пяти игр. Все впереди. Поговорил с ребятами, объяснил, что не стоит зацикливаться на этом. Сегодняшний день уже позади, его не вернут. Впереди только новая борьба. Все будет зависеть от них, от их желания, от их стремления забивать голы, побеждать. Вот и все. Ничего страшного не произошло. Как говорится, первый блинкомом. Будем стараться, чтобы дальше получались как минимум молодые деньги. Несмотря на поражение, наши ребята не унывают и готовы к новым сражениям. Ведь впереди еще целый турнир, и им есть что показать. Второй день на ледовой арене спортивного комплекса «Кимберлит». Идут напряженные игры за престижную награду. Все команды настроены на победу. По словам тренеров, первый день команды провели пробные матчи. Шансы практически у всех равны. Это хоккей. А тем более хоккей в таком возрасте, он иногда преподносит абсолютно какие-то непредсказуемые результаты. Второй соревновательный день начался с игры команд «Полярные волки» из Якутска и «Кристалла» из города Электросталь. Хорошая тактика волков, быстрая скорость у Электростали. В первом тайме команды шли вплотную. Второй и последующий период для «Кристалла» был не совсем удачен. И со счетом 10-5 победила команда «Полярных волков» из Якутска. Показать свой класс и побороться за кубок. Вторыми на лед вышли москвичи из Марина и спортсмены из Великого Новгорода. Бешеный темп игры, агрессивность на поле. Соперники были настроены серьезно. Несмотря на потери в команде, «Ети» продолжали активную борьбу и забили еще не один гол в ворота соперника. На перерыв команды ушли с ровным счетом. В последнем периоде напряжение нарастало все больше. Никто не хотел уступать. Но все же решающий гол прилетел в ворота новгородцев. И со счетом 4-3 в пользу Москвы закончился матч. Кульминацией дня стал долгожданный для болельщиков мирного матч между мирницкой командой и снежными барсами из жаркого города Сочи. Два удаления у сочинских хоккеистов. В первые минуты наша команда имела преимущество перед соперниками. Да, Егор Прусков за подножку. Несмотря на то, что соперников в команде было меньше, Сточинцы все же сумели открыть счет, забив шайбу в ворота хозяев. После чего им удалось повторить это снова. Несмотря на неудачное начало, ребята с бодрым настроем продолжили борьбу и забили команде соперника первый долгожданный гол. Снежным барсам помогла сплоченность. Как бы вратарь команды Алмаз Алроса не старался отбить все шайбы, у него все же не получилось это сделать. И с большим отрывом в очках команда Сочи одержала победу в этой игре. У нас все игроки очень хорошие, ребята умеют играть, кататься. Но наша проблема составляется в том, что немножко несобранность, немножко не связанная игра. Можно выиграть тоже, если постараться. Они ничем от нас, я думаю, так не отличаются. Только что у них большие такие города, как-то там лучше, наверное, больше профессиональности. Спорт есть спорт. На ледовой арене возможно все. К сожалению, в этот день нам не удалось одержать победу. Но ребята Алмаз Алросы не падают духом, а только настраиваются. Они еще успеют показать свой класс. В Мирном продолжается неделя хоккейного турнира за кубок Владислава Третьяка. Команды уже успели показать себя. Кто-то выходит на лидирующие позиции, а кто-то только начинает включаться в игру. У ребят сегодня выходной от турнирных матчей, но с утра уже они на льду. Для них нет понятия выходного, когда речь идет о победе. Сегодня для ребятишек будет мастер-класс проводиться. Проводить его будет Вячеслав Буцаев. В прошлом замечательный игрок. Сейчас тренер континентальной хоккейной лиги. То есть для ребятишек это будет незабываемый опыт. То есть они много полезного для себя, как для игроков, как и для тактики, для их на площадке. То есть я уверен, что много будет всяких упражнений на технику владения, рук, на броски по воротам, на катание. Так что ребятам очень многое, подчеркну для себя много. Вечером команд ждет неожиданный сюрприз. На льду их встретит тренер-легенда Вячеслав Буцуев и проведет с ними мастер-класс. Отличная возможность для ребят отучить свое мастерство и получить советы от опытного тренера. На третий день у ребят был выходной, но команда решила не расслабляться. И с самого утра все были на льду. Вот, вот, тренинг, 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 пошла уже. Мастер-класс для юных хоккеистов показал олимпийский чемпион, знаменитый тренер Вячеслав Буцаев. Радует тем, что в этом городе уделяется очень много социальных программам, таким как воспитание подрастающего поколения, где дети могли бы заниматься спортом. Наверняка не только есть спорт, наверняка есть какие-то художественные кружки. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы, так скажем, не обрывать связь поколений именно в нашем виде спорта. И поэтому всегда с радостью откликаемся на такие предложения. Сначала состоялась разминка. Затем Вячеслав Буцаев продемонстрировал несколько упражнений. Их они смогут использовать в последующих соревнованиях. Показал, как правильно работать в нападении и защите. И настраиваться на предстоящую игру. Для ребятишек это будет незабываемый опыт. То есть, они много полезного для себя подчеркнули, как для игроков, как и для тактики, для их на площадке. Разборки тактики, упражнения на нападении и защиту, ведение игры. Все эти упражнения ребята выполняли с особой старательностью. У кого-то получилось сразу. Некоторым пришлось повторить несколько раз. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Перспективы есть у каждого ребенка. Самое главное – любить этот вид спорта, трудиться и идти к своей цели. После нескольких часов занятий Вячеслава поджидали юные болельщики хоккея. Он с большим удовольствием приветствовал их и раздал свои автографы. Третий день стал выходным от соревновательных матчей. Но все же наших ребят не освобождало это от тренировок. Мастер-класс у них провел олимпийский чемпион и ныне известный тренер Вячеслав Буцаев. После его занятий наши ребята восприлили духом и готовы бороться за кубок третьяка дальше. Упражнение только на первый взгляд кажется легким. Но на самом деле попасть в ворота с первого раза удается не всем. Особенно, когда на тебе экипировка 15 килограмм. У вратарей еще больше. Но мы все же верим в победу нашей команды и надеемся, что они забьют еще не одну шайбу. На льду продолжается настоящее сражение. Шесть команд уже четвертый день показывают свое мастерство в игре и двигаются к намеченной цели – победить в турнире. За главную награду – кубок Владислава Третьяка. Хорошая тренировка перед игрой, правильная тактика и наставление тренера – казалось бы, этого достаточно для победы над соперником. Но не для наших земляков из Якутска. В первую половину дня у них состоялась игра с ребятами из Великого Новгорода. Игра была напряженной и немножко ожесточенной со стороны Йети. Ведь им не хотелось терпеть поражение в этот день. Полярные волки усердно пытались одержать победу над Йети, сравнивали счет, пытались вырваться вперед. Но в последнем тайме противник оказался сильнее. Как физически, так и в тактике. И на последних минутах Якутск пропустил две шайбы в свои ворота. Со счетом 4-2 в пользу Великого Новгорода закончилась эта встреча. Марина и Сочи не заставили себя долго ждать и после очередной раскатки начали игру. Эти команды уже успели стать фаворитами турнира. Не проиграли пока ни одной игры. Напряжение нарастало с каждой минуты. Болельщикам и судьям было очень интересно, кто же окажется в этой схватке сильнее. В первые же минуты команда из Сочи не стала медлить и забила первую шайбу ворота москвичей. Дальше игра проходила спокойней. Барсы не давали возможности атаковать сопернику свои ворота. И к началу третьего периода вышли с большим отрывом от маринцев. Но москвичам все же удалось в последнем тайме забить команду из Сочи пару голов. Но все же это не спасло их от проигрыша в этой игре. Завершали соревновательный день хозяева площадки «Алмаз Алроса» и «Кристалл из электростали». В этот раз на льду встретились сразу две девочки. Каждая играла за разную команду и ни в чем не уступала мальчишкам. Начала потихоньку ходить, а потом уже больше и больше получаться началось. Я не боюсь, я пытаюсь весь страх держать в себе, ну и просто выходить на лед и играть, как я умею. Этой победой они себе все-таки добрали очки, три очка очень важных. И в матче с прямым конкурентом. Игра проходила в быстром темпе. Соперник вел игру возле наших ворот. «Алмаз Алроса» всячески пытались направить игру в другое русло. Но им не удавалось этого сделать. И со счетом 5-1 закончился первый период игры. После противник продолжил свою тактику. И в первые же минуты второго тайма забил сразу три очка в ворота хозяев. Итак, шайба в зоне команды «Алмаза» и «Лев Харитонов» вот так вот в шпагате. Как иронично не звучало, но в этот день «Алмаз» был разгромлен кристаллом. Со счетом 13-2 в пользу «Электростали» завершился четвертый день турнира. Игра была сложная. Мы все старались и сыграли довольно хорошо. Ошибки были у всех, и мы будем думать их исправлять. Для нас команды все равны. Такие же ровные команды, как и мы. И мы считаем, что все объективно и играем просто в свою игру. Первые две игры не очень удачно стартовали. У нас есть третью игру в игре «Левота». У нас есть опять две игры в запасе. Мы на них будем, конечно, очень настраиваться. И стремиться занять призовые места. Тренеры считают, что такие турниры нужны. И что противник всегда должен быть сильной команды, чтобы было с кем бороться и у кого учиться. Очень нужны ребятам в каком плане? И в игровом, чтобы ребята чувствовали игровую практику. Без игровой практики ребята теряются. Это показала первая игра, где ребята вышли, переживали и не вошли в игру. Ребята нашей команды осознают свои ошибки. В следующих играх намерены их исправить. Они все еще надеются занять призовые места. Но им надо будет очень постараться. Дворца спорта «Кимберлит». Мы вновь находимся в зале Дворца спорта «Кимберлит». Уже четвертый день продолжается борьба за кубок Владислава Третьяка. Вчера у ребят был выходной от соревнований. Но график тренировок был расписан до вечера. Несмотря на позднее время окончания занятий, ребята уже с утра начали игру. Первыми на ледовой площадке встретились снежные люди из команды «Ети» Великого Новгорода и настоящие хваткие полярные волки из Якутска. Со счетом 4-2 в пользу «Ети» закончилась первая игра. Через несколько минут их сменили игроки из Марина и снежные барсы из Сочи. Ребята показали хорошую игру и со счетом 5-3 победу в этой игре одержали Сочи. Не изменяя традициям турнира, последними в этот день на лед вышли «Мирненские алмазы», чтобы сразиться с не менее драгоценными кристаллами из города «Электросталь». В очередной раз наши ребята потерпели поражение, но дух их не сломлен. Борьба продолжается дальше. В пятый день соревнований уже окончательно определились лидеры. Каждая команда провела достаточное количество матчей и набрала определенные баллы. В играх этого дня осталось выяснить, кто же наберет больше, и в финальном дне сразиться за призовые места. Вратарь команды «Ети» показал, что сегодня он настроен отстоять очень хорошо. Игра еще не началась, но всем уже было ясно, что на льду будет жарко. На корте встретились две сильные команды этого турнира – горячие сочинские ребята и снежные люди из Великого Новгорода. Всем было интересно, чем закончится игра двух противоположностей. Кто-то отправился продолжать опасный момент возле ворот «Ети», но вратарь пока первый номер. Изначально встреча не обещала быть легкой, ведь ребята вышли бороться за первые места. В первом тайме команды прощупывали друг друга, пытались распознать методы и тактику соперников. Один неправильный ход может дорого обойтись команде. Счет открыли только на 14-й минуте второго тайма. Новгородцам удалось пробить ворота соперникам. Здесь может вмешаться, как сказать, его величество случай. Вот опасный момент. Бросок. Гол. Гол. Вот она шайба. Вот только-только я сказал. И вот какие-то «Ети» подкрывают счет. Слишком много было удалений у сочинской команды. Для полного состава «Ети» это было преимущество в игре. После пропущенной шайбы барсы решили наверстать упущенное и забили ответный гол ворота соперника. Вот он, выход один в один. Смотрите, будет гол или нет? Так, что там? Гол. После сравнения счета команды начали обороняться серьезнее. И до конца третьего периода так и никому не удалось забить ворота соперника шайбу. После чего объявили дополнительное время. На этот раз удача была на стороне «Ети». Они забили второй гол. Он принес команде желанную победу. Киренкин. И Киренкин забивает гол. Смотрите, какой... Ну, молодец, конечно, сегодня он. Мы проиграли. И, ну, было очень тяжело. Потому что, когда мы играли с Марьиной, и мы играли в давление, много атаковали, Марьина убегала. И они так же играли. А, ну, с ними так не получилось играть. Игра была трудная. Но мы же выиграли. Значит, мы сильнее. Сейчас между тремя нашими командами – Марьина, Москва, Снежные Барсы, Сочи. И мы, насколько я знаю, имеем одинаковое количество очков. И все три команды рассчитывают на медали. Поэтому, конечно, хочется побороться за золото. Все будет зависеть от нас в завтрашней игре. Как только залили лед, на арену вышли команды. Спортивной школы Марьина и Кристалл. Матч был не менее напряженным. Ребята боролись за место в тройке. И, не теряя времени, начали активно атаковать друг друга. Валерий Харламов, Петров, Михайлов. Знаменитая тройка нападения. Первыми нанесли удар по воротам противника игроки команды «Кристалл». Хоккеисты из Марьина не стали ждать. И уже через несколько минут нанесли ответный удар. Вернувшись на лед, «Кристалл» сразу же начал борьбу на поле противника. Пробил ворота и еще несколько шайб. К концу первого тайма команда москвичей имела преимущество в один балл. И опять же хотел бы сказать, что команды были равны. Гол! 2-1. Видите, что делается? Вот смотрите. Вот вам и «Кристалл». После перерыва игроки Марьина продолжили вести свою игру и преимущественно вырвались вперед. Но под конец дали слабину. «Кристалл» показал себя достойным соперником. Они почти сравняли счет, но не хватило двух очков для победы. Последняя, последняя атака. И время звучит с финальной свисток. Матч закончен. Команда Марьина с отсчетом 5-4 одержала победу над командой «Кристалл» и в погоне за призовым местом. Итак, долгожданный матч для болельщиков Якутии. Сразиться с друг другом вышли мирнинские алмазы и якутские волки. Команды хоть уже не претендовали на кубок, но игру показали хорошую. Настоящая борьба на льду. В этом спорте нет землячества. И парни из Якутска это доказали, забив ворота мирнинской команды более десятков голов. Но наши ребята не пали духом и продолжили игру дальше. В этой встрече «Алмаз Алроса» забила больше шайб ворота противников, чем в предыдущие дни. Но не удалось сравнять счет и быть на равных с волками. Вновь мирнинская команда потерпела поражение. Некоторые моменты могут быть и вражденными, и наоборот товарищескими. Но все-таки дух соперника чуть-чуть есть. Они оказывали давление, мешали болельщики, но мы победили. Ребята молодцы, бьются. И хорошо, что они занимаются в таких условиях, но и в такой отдаленности от самого эпицентра хоккея в России. Поэтому я считаю, что достойно, что ребята ходят, занимаются, но достойно они играют. Отставание от других команд. Более 30 шайб. Как бы ни старались игроки «Алмаз Алроса», у них не получится отвоевать такое количество баллов. Но даже итог матча с полярными волками не расстроил их. Ведь для них это только игра, которая будет в их жизни еще не одна. Пятый день на ледовой арене дворца спорта «Кимберлит» возрастает напряжение. Некоторые команды уже существенно вырвались вперед и готовы продолжить борьбу за кубок. Первыми за кубок вышли сразиться «Ети» и «Снежные барсы» из Сочи. Эти команды уже успели стать фаворитами турнира. Ребята показали сильное соперничество и со счетом 2-1 в овертайме выиграли новгородцы. Вторыми на льду встретились ребята из Москвы и «Электростали». Со счетом 5-4 победу одержала спортивная школа в Маринах. Самый долгожданный матч недели провели мирницы с нашими земляками из Якутска. К сожалению, у болельщиков наша команда была сегодня снова в списке проигравших. Но ребята не считают это поражением, ведь они из всего извлекают урок. В последний день турнира за кубок Владислава Третьяка все команды снова встретились на льду. Первыми на лед вышла одна из сильных команд турнира «Ети» из Великого Новгорода. И добрать недостающих баллов команда «Кристал» из «Электростали». Как бы ни старались игроки из «Кристалла», им не удалось обыграть новгородцев и попасть в тройку победителей. С Кемк сыграли. Достойный соперник. Конечно, нам немножко не хватает. Еще тренировок, надо позаниматься. После небольшого перерыва показать свое превосходство в игре на ледовую арену вышли снежные барсы из жаркого Сочи и полярные волки из холодного Якутска. Сочинцы в этой игре не изменили себе и одержали победу над северянами, тем самым обеспечив себе призовое место. Было достаточно сложно. Не все залетало. Тяжело было забивать. Завершительную игру в этом турнире сыграли команды из Мирного и Москвы. Ребята показали интересные маневры и красивые голы. Но все же, к большому сожалению наших болельщиков, Мирнинская команда вновь потерпела поражение и заняла последнее место в турнире. Было не очень легко даже забить некоторые шайбы. Так, в общем, мы победили. Это хорошо. Соперник дал бой. Так что довольно-таки неплохая команда. Есть куда расти. Наша игра остается желать лучшего. По мнению судей, самыми сильными игроками стали снежные барсы из Сочи. Потерпели поражение только в одной игре и смогли завоевать Кубок Третьяка. Ниже ступенью оказались ребята из команды «Ети» в Великий Новгород. А третьими стали москвичи спортивной школы «Марина». Это очень здорово выиграть в Кубке Третьяка. Кубка Третьяка – это очень такой турнир высокого уровня. Победить в нем – это большая честь. Я очень рад за свою команду, за себя сам. Нам помогла сплоченность. Командная игра и, наверное, послушание тренера. Все, что он нам говорил, мы старались выполнять. За счет этого, мне кажется, мы победили. То, что последнее место – это не беда. Это первый опыт в нашей такой игровой деятельности. То есть команда достаточно хорошего уровня приехала. Спасибо им большое за этот опыт, чтобы ребята поняли, к чему нужно стремиться. То есть еще усерднее работать на каждой из тренировок, каждую минуту свою ценить, проведенную на льду. То есть не тратить ее впустую. Ну, что хочется сказать по турниру. Видно, что ребята от игры к игре прибавляли. То есть в смелости, в самоотдаче, в желании они прибавляли. Ну да, конечно, где-то в мастерстве, где-то в катании, в скорости уступаем. Нужно прибавлять в желании, в понимании хоккея. То есть и все будет получаться. Турнир для наших ребят выдался не самым удачным. Но наша команда не унывает. Из турнира они извлекли свои ошибки и будут работать над ними, чтобы в будущем показать настоящий класс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова